Рвота, диарея, потеря веса и все из-за неправильного питания. Елизавета – мама троих детей. В годик у ее старшей дочки возникли проблемы с питанием. Организм малышки просто отторгал еду. Решать проблему Елизавета пыталась при помощи интернета, не помогала. Многодетной маме порекомендовали Барнаульский центр здоровья. Там ребенка обследовали и скорректировали рацион. Я помню что-то с яйцом, что Ирина Игоревна сказала, не вводить, пока не поставить прививку, потому что там будут аллее. Я прям все вот так делала, как она говорила. И слава богу, у меня с третьим ребенком вообще все идеально по здоровью. И я не знаю никаких врачей, никаких скорых, никаких вот этих вот поносов. Питание ребенка в первые тысячу дней жизни, в первые три года, предопределяет полноценное развитие и здоровье ребенка в будущем, поясняют алтайские врачи. Это самый важный период для формирования организма на всю жизнь. Медики добавляют, что рацион питания выбирают сами мамы. Но в медицинской сфере настаивают, что с первых дней ребенок должен получать грудное молоко. Сегодня мы знаем большое количество факторов в составе грудного молока, которые являются профилактикой развития сердечно-сосудистых заболеваний. Большое количество холестерина в грудном молоке, наоборот, профилактирует развитие атеросклероза. А еще профилактика онкологических и кишечных заболеваний. Грудное молоко – это настоящая вакцина для иммунитета, говорят специалисты Детского центра здоровья. Но помимо грудного вскармливания важен и правильный прикорм, который, как правило, вводится на пятый месяц жизни ребенка. И тут важно не закармливать малыша сосисками и шоколадками. А ведь такие случаи есть, а формировать правильный безопасный рацион. В чем и могут помочь специалисты Центра здоровья. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.